Мы предлагаем посмотреть на ваш отдых новым взглядом. Всем привет, меня зовут Евгения Константинова и прямо сейчас я расскажу вам, куда пойдем в свободные от работы дни. Где соликамцы могут услышать композиции к художественным и анимационным фильмам, что вы пропустили на минувшей неделе. Чем еще можно заняться в пределах города? И начинаю я с майского события, к которому необходимо готовиться уже сейчас. Основной городской телеканал отмечает свой 11 день рождения, по этому поводу мы подготовили городскую вечеринку. Это событие нельзя пропустить. 17 мая в 18.00 в клубе «Джем» первая городская вечеринка в честь дня рождения телеканала «Соль ТВ». Нам 11 лет. В гостях кавер-группа «Кипиш мод». Вкусные напитки, угощения и подарки. А главное, вход для зрителей телеканала «Соль ТВ» абсолютно бесплатный. Запоминай. 17 мая в 18.00. Клуб «Джем». Подробности узнавай в группе ВКонтакте «Соль ТВ». Город смотрит. Город живет. Город будет праздновать. Генеральный партнер «Уралкалий». Группа «Уралхим». Студенты и преподаватели Пермского музыкального колледжа приглашают телеканцев на концертную программу. И это все о нем. Вас ожидают уникальные вокально-оркестровые версии песен, которые вы наверняка знаете. Такие как «Крылатые качели», «Лесной олень» и одна из самых популярных песен мультфильма «Умка. Колыбельная медведица». Все эти песни были написаны Евгением Павловичем Крылатовым, жителем Пермского края. И вечер 6 мая будет посвящен именно ему. Двигаемся дальше. Музей истории соли подготовил для гостей и жителей города разнообразные экскурсии по территории. А в преддверии Великого Дня Победы «Соль-завод» присоединился к акции «Георгиевская лента». Посещайте музей, узнавайте о солеварении и получайте в подарок символ памяти. Праздничное мероприятие в мемориале «Погибшим от Ра». Ну а уже вечером в 7 часов вечера на Воскресенской площади состоится праздник, где вас ждут песни, танцы и огненное шоу. Телекомпания «Соль-ТВ» также будет находиться на этих мероприятиях. Подходите и поздравляйте всех с этим Днем Победы! Ну а прямо сейчас я предлагаю вам узнать, что вы могли пропустить на минувшей неделе. В общем, что говорить, это нужно видеть. Боевое искусство айкидо для всех, уверенно говорят обладатели высоких данных в этом виде спорта. В доказательство этому на открытом фестивале состоялся мастер-класс. Одна из его участниц Александра с дочкой. У меня ребенок старший, он занимается с 5 лет, ему летом будет 13. Айкидо – это, наверное, не только про спорт. Айкидо – это, мне кажется, своя жизнь. Нужно научиться себя чувствовать. Мы в нашем безумном ритме жизни, мы забываем про себя, про то, что чувствовать себя мы куда-то спешим, торопимся. Айкидо дает нам возможность остановиться. Мягкость и плавность движений, за которыми стоит сила. Самое главное – найти гармонию в себе, говорит наставник и организатор фестиваля Айкидо Денис Гатаулин. У нас проходит масштабный проект, который называется «Айкидо детям». Это один из лучших проектов Айкидо в России. Он вошел в пятерку лучших проектов. И этот проект поддержан фондом президентских грантов. В рамках проекта мы проводили в этом году, впервые проводили несколько краевых фестивалей. Верещагина, Лысьва, Добрянка. И, наконец, мы приехали в Соликамск. Так, проект «Айкидо детям» нашел поддержку не только в виде президентского гранта. Финансовую помощь для проведения фестиваля в Пермском крае оказала и компания «Уралкалий». И, к слову сказать, мероприятие такого уровня по Айкидо проходит на нашей земле впервые. «Уралкалий выступает всегда за сохранение хороших спортивных традиций в нашем городе. Ну и сегодня прекрасный гость из Москвы. Это, опять же, подчеркивает статус на сегодняшнее событие, дает возможность нашим участникам, нашим гостям поделиться опытом и, наверное, обрести какой-то бесценный опыт в ходе общения и этих мастер-классов». Мастер-классы для заинтересованных. Демонстрация навыков между партнерами. Так называют учеников, отрабатывающих техники Айкидо. Не использовать силу, а применять мягкость и чувствительность тела. Когда-то решил и Алексей Коротков. А сегодня мужчина – специальный приглашенный гость. «Мой первый учитель, сенсей, он сам родом из Конго, приехал в Москву учиться. Нгибана, дюк Мишель. Айкидо – это, в принципе, высоко координированный вид спорта. То есть мы, наш мозг работает по-другому. Да, мы путем вот всяких этих манипуляций на татами, да, различных упражнений, техник, сложно координированных, разных координированных. Мы заставляем наш мозг работать». Алексей не только безупречно владеет техниками Айкидо на интуитивном уровне. Он сам теперь является учителем. В частности, из-за этого мужчина стал обладателем пятого дана по Айкидо. Добавим, в Соликамске также проходят занятия. Подробности можно узнать в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке. Контактные данные на вашем экране. Евгения Константинова, Сергей Сюзев, телекомпания «Сольтовая». Ну а прямо сейчас вашему вниманию топ-3 грядущих выходных на наш взгляд. Третье место нашего топа выходного дня сегодня получает полезное событие. 3 мая в Соликамске стартуют субботники. Навести чистоту можно будет в центре у музейных комплексов. Сбор на Воскресенской площади. Проживаете в Боровске? Субботники будут проходить и там. В 11 часов сбор в лесном массиве в Дубраве. И немного статистики. Как сообщает ВЦООМ, Пасха входит в тройку самых популярных праздников России. Именно события, посвященные этому дню, попадают на вторую строчку нашего топа выходного дня. Познавательная программа «Светлый праздник Пасхи» проходит вплоть до 5 мая в Музее древнерусского искусства. Вас ожидают мастер-классы, пасхальные угощения и увлекательная история праздника. Самое главное – заранее записывайтесь. Какие выходные без мастер-классов? Правильно – никакие. Поэтому на первое место нашего топа сегодня выходит создание конфетницы в виде кролика. Прицепиться к уроку можно с детьми от 12 лет. Но самое главное – заранее записывайтесь, чтобы вам точно хватило материала. Вот такие могут получиться ваши выходные. Но я напоминаю, что в Соликамске работает музей и крытый каток, посещение которых обойдется вам не больше, чем 200 рублей. У меня на этом все. Планируйте свой отдых так, чтобы он был активным и полезным. Ну а с вами была Евгения Константинова за камерой. Сергей Сюзев. Хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»!